Привет с вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Arma 3 Altice Life. Ну что ж, давно мы с вами не играли в Arma 3 Altice Life. Давайте в этой серии посмотрим, что мы можем заняться. Я думаю, нам надо деньги зарабатывать. Да. Здравствуйте, ребята. У нас 805 долларов всего лишь, ребята. Что касается по полицейски? Здорово. Без понятия. Жесткие, резкие. Как удар с серпом по яйцам тут менты? Ты понял, да? Здорово. Здорово. А как мы узнаем? Хочешь, мы тебе, Геру, подарим? Геру. Да. А что это? Вот, ты, Джон, ты видишь? Ага, ох, ничего себе. Не, слушайте, ребят, мне уже неудобно. Мне уже подарили GTR недавно. Я вот на ней кота с Денок, кстати. Угнали ее, что ли? Да, вот. Хорошему человеку хорошую тачку не жалко. Не, вы понимаете, у меня сейчас на счету 805 долларов. И все. То есть... Мы тебе и денег дадим перебить. 20 тысячи стоят всего лишь. Да не, не, что-то неудобно. А что, кстати, нормально едет? Ну-ка, давай прокатимся просто. Четыре-четыре-четыре. Открывай ее, давай, покатаемся. Что это у вас за разы? Ух ты, ничего себе, салончик. Нормальный такой. Вот она, видишь, моя GTR? Синий перламутр, кажется. Да, она тоже хорошая тачка. Ага. Я на ней чуть не разбился только что бы. Че, чем занимаешься? Да, вот. Соль. Ковала, соль, ковала. Ничего себе, соль, ковала на такой тачке. Красавчик. Ну, да. А может быть другая соль? Может быть другой белый порошок? Занимаешься? Ну, это тоже можно. Понятно. Потому что солью вот так вот нафармить на эту тачку, мне кажется, невозможно. Ну, я не знаю. Ну, у меня еще тем более. Тем более у меня льготы. А, понятно. У меня немного быстрее все делать. Ну, это да, это понятно. У меня тоже, кстати, льготы. Правда, я бомж. Да качешь тут так? Так вот, я не знаю, что-то это. Разленился в последнее время. Не работал, сидел и шлангил. Это зря, это зря. Раскидывал шланги. Что тут, кстати, по ментам? Ох, менты эти, я их не люблю так. А кто их любит-то? Мы так-то, когда их встречаем, их любим, а так не любим, твоя идея. КПП подъехали уже. Сейчас разгонимся и втопим. Давай. Только в бетон не втопи. Так, сейчас гляну, где перебивка. А сколько бабла нужно на перебивку? 10% от суммы, да, вроде бы? А стоимости? Ну да, там где-то... Около 20 тысяч придется платить. Не, тачка нормальная. Она хоть не угнена? Не, моя. Да? А вот у нее еще одна такая же. Белая. Да, хорошая машина. Вот так вот радарчик включим. Да, перебивку вот здесь. О, придется открыть. Чувак, откроешь локбан, пожалуйста, а? Благодарю. Благодарю. Проезжаем, господа. Спасибо. Че, как-то дела? Да ничего, вот этот. Вышел из дома. У меня же дом прям возле этого. Напротив ковалы. Ну, напротив рынка. А, это правильно. Удобно. Ну. Ну вот я накопил вот все свои деньги туда, короче, на недвижимость вложил. Недвижимость, она же такая, она же не перевернется, не сломается, не разобьется. Да. На цене всегда останется. Поэтому всегда я в жизни свои бабки всегда вкладываю в недвижимость. Кстати, советую. Да, это правильно. Ну. Сам что, гражданский или где-то этот? Да, пока гражданский. Вот хочу в АМГ попробовать. А че за группа в АМГ? Чем они занимаются? На солю контролируют. А, ты с ними вроде бы сотрудничаешь, я так понял, да? Ну, так, пару знакомых есть, в принципе. А вот так левый чувак на соль не может проехать, да? То есть нужно поделиться с ними? Мокут, но там 300%, это ужас просто. И сколько там процентов? Ну, 20%. Ну, нормально. Тоже, я думаю, имеют право. Надо же им на что-то жить, правильно? Я как-то на другом острове тоже решил заняться бензином, короче. Какие-то братки ко мне подкатили. Видать, из 90-х. Гости из прошлого. Там на картах пересели. И давай мне объяснять, короче, че как, почем. Ну и пришлось им от этого. Ну там 30% меня хотели содрать. Я договорился на 10%. Ну, отлично. Мне еще говорят, ты, чувак, ты вообще-то опасно так вообще? Ну, с нами так вообще не общаются? Ну, ты, говорит, типа, прикольный. Поэтому мы тебя 10% и убивать не станем. Я говорю, спасибо. Серьезно, ребят какие-то попались. Так, сейчас заедем в банк. Ждем деньги. Халява, ептать. Да, скажите, Римас, ты такой прям сякой. Тебе все на халяву. У меня уже, ребята, четвертая тачка вот это будет. Мне, если честно, уже неудобно. Я как бы... Выдез машины эти деньги передам. Рад. Паспорта покажи, чтобы я смог. Там все снимают, окончено. Тади от машины. Не могу. О, готово. Рюкзак. Ой, блин. Рюкзак прикольный, да? Рюкзак. Только тачка такая... 25 тысяч. Обалдеть. Специфическая машина, конечно. Она вообще после 100 управляемая или нет? Или как этот? Ой, она на 400, она просто как рай. Она такая хорошая на поворотах. Это просто не перед основами. Слушай, а если мне цвет надоест, я ее могу перекрасить в какой-нибудь? По-моему, нет. Или медик, кажется. Если хочешь, а у друга там белое есть. Не-не-не, желтая нормально. Ты что, желтая тоже? Это же скорость. Желтый цвет я вообще люблю. Я с детства. У меня, помню, маленький был. Я еще под столом бегал. У меня тачка была желтая. Игрушная. Ой, как я за ней просто ухаживал, помню. Так. А, сейчас ключики видам. Подожди. Держи. Короче, подходишь, перебиваешь и все. А где эта хрень? А вот она? Это вот здесь, вот она. О, это твой кент? Да, кентяра. Слушай, а ты на чем? Ты хоть этот? У тебя тачки-то остались? Да, я заработал потихоньку. Пока не жалуюсь. А, Гера. Перебить, продать. Ты в гараж поставишь ее сразу, мало ли что, баконет может. Чтобы она сохранила гаражи у тебя. Угу. Стиль есть, я тут привязку. Ну, сейчас. Халява! Хилкиш? Не, не. Да, не эту. Он врезается, потому что. А, ну сейчас. О, да, братан. Кроме с солью, чем еще можешь здесь заняться? Алмазы, черепашки. Черепашки вроде бы нелегальные, да? Ну да. Ну соль, видишь, до тех пор, пока цена не упадет. Они же такие динамичные же цены, считают. Опа, там кто-то кого-то шатает, смотрите, сзади. Скажу тебе по секрету, лучше соль возить ночью, пока АМГшников мало. Только ты молчи, никому не говори, ладно? Ну, я молчу, я молчу. Понятно, Руту. О, еще какая-то тачка подъехала, смотрите. Ты можешь меня снять пешок с головы? О, все, готово. Наконец-то. Все, перебилось. Тачку перебили. Ага. Намирать перед другим. Блин, сейчас я... Развяжи. Развяжи. Горячий у вас друг какой-то. Да, кавказский мальчик. Понятно. О, здорово. Это что, это ваша шайка, что ли, да, все? Ну, шайка. Не шайка, а банда целая. Знаете, помните этот старый мультик? Ну... Что, мультик не помните, что ли? Теремок. Не. Теремок что-то не смотрели? Не застали, походу, мультик. Блин, ну вы даете. Теремок. Ты что, это же... Это самый классный мультик. Теремок, этот... Жил-был пёс. Тоже не знаете, что ли? Таня, вообще, это... О, ребята... Видел бы мой дед вас. Ой, он бы сейчас достал бы АК. Конечно, прокатись. Поехали, погнали. Она, кстати, двухместная, да? Да, двухместная. А, сзади вообще никто не сможет сесть, да? Да. На ней не поглупаешь, короче. Нет, так нечестно, я не понял. А ну-ка, один открывай. Так, ну что, погнали. Куда, в кавалу, наверное? Так, куда тебе удобно. Че, ребятки? Протестить нам надо будет тачку. Так, ну, что, показывай дорогу. Вот, куда пацаны, поехали туда и ты езжай. Ууу, да тут от первого лица вообще нереально, да, Аказ? Да, от первого не очень тут. Вид вообще не этот... Обзор, вернее, плохой. Нормально так, нет забора. Прикинь, тогда в реальной жизни вот так забор снес этой тачкой. У меня бейфакт с вами был. По-моему, покрасить тачку стоит, чем сама тачка, блин. Стоит больше, чем моя жизнь, оп-то. Ага. Не, она что, классная? Прословно, право нужно. Ага. Вот метка пропадает вот после последнего этого. После последнего нормального. Да, неудобно стало. Ага. Просто escape надо нажимать и все. Один раз нажал, отжал и все. Она появляется на время. Не знал. Угу. Вот если что. То есть не надо карту открывать и закрывать. Просто escape нажимаешь и все. Вот видишь, я нажал escape, она появилась. Правда, я что-то в этот не врезался. Блин, тут ни хера не разгонишься. На, нахер. Ну, это бывает. На, нахер. Для первого раза нормально. Ремкомплект есть? Да, есть. Без колеса остались. Откроешь, выйду, починю. Да уж. Слушай, у тебя это легально ли разгрузка или нет? Ну, в смысле легально. Уже, да? Да, уже. Вот у меня вот такая разгрузка, смотри. Честно говоря, намного вот это мне больше нравится. То, что она дорогу держит, а вот это вообще не держит. Вот такая вот разгрузка, ребят. Ну, да, да, да. Ну, это видите. Вот это легально разгрузка у меня? Нет, кажется, да? Чё-то ее не видно даже у тебя. Да. А, не видно ее? Не. Ну, у меня какие-то бойцы подогнали ее. Говорят, что это не там не показывай. А вот это видно? Не надо тебе, не? Да, у меня там сколько? О, а вот это ты хорошая вещь, мусором гоняешь. О, так, все. Готов к бою? Поехали. Убрать, а тут сейчас менты мне заберут. Ха. Чё, погнали? Гляньте. Так, все, поехали. Ча, еще один, походу, разобьется. На повороте? Да. Дойди, чё ты как бабушка. Ээ, бабушка, не надо меня дергать. Хе-хе-хе. Блин, какие-то дороги волнистые. Вот взять бы за яйца этого мэра, кто эти дороги прокладывал, кто там чертил, ёптать, одобрял. А кто сейчас мэра вообще у нас? А хер его знаю, я хочу статью. Будьте голосовать. Мы тебя продвинем. Если чё, сразу наркотики сделаю легально, короче, все легально. О, это, стопроцентно продвинем тебя. Хе-хе-хе-хе. Ментов, короче, урежу им в этот, как он, бюджет, чтобы они там вообще не нагрели. Ну, за тебя весь алтез будет тогда, если мы срок уберешь. Ха-ха-ха-ха. Не, убирать-то их не получится убрать, но поджать можно. Ой, походу, мусора теперь услышат меня, теперь будут меня гонять везде сейчас. Не, мусора здесь нормальные, такие понятливые. До тех пор, пока ты не нарушаешь закон. Это так-то да. Они же мне один раз чуть не утопили, козлы, блин. О, понятно. Ага. Какая-то перестрелочка тут. У тебя, что случилось? Как думаешь? Не знаю. Ну, кто-то балуется опять. По-моему, я тут один раз несовершеннолетний поймал. А, ну да, я видел. Потом мамочку мою в этот кинотеатр, оказывается, отвел. Хотя пиписка у него не отросла. Потом что-то он пропал без вести. Что-то не пойму я, куда он ушел. Наверное, его в лесок отвезли после этого. Скорее всего. Хотя я ничего не делал, я ни при чем вообще. У-у-у, мою... А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. А ну-ка, давай задом-задом-задом. Сейчас попробую от первого лица задом. Хопа. По зеркалам будет трудно. Ой, зеркала тут вообще ни хера не видно. Ага, я понял. Еще чуть-чуть, давай. Нормально, я там... Ни хера, я там... Нормально, нормально, учишься, учишься. Да тут зеркала, конечно, маленькие. У меня на Запорожье все дедовское беду... Да вы че, ебаный, в рот, блядь, тачку поцарапали. Ебать вас, жопа, нахуй, блядь. Ругается уже. Чизес, машину только купил, блядь. Не знаю, ругаться. А тебе надо машины три продать, чтобы первому зачислить. Вот именно. О, нормально. Черт, статусный. Слушай, надо медикаменты взять, кстати, у меня че-то это... Нога побаливает. Кто там такой, матишинок? Слыши, по-любому. Я? Я не матюшинок. Медик зеленый. Где медик? А медик, где медик? Оп, какой голос. Медик вылетел. Римос, а тебе GTR нужен? Надо ему позвонить. Ну, ребят, натур, вы что творите? Я только машинку пила нашу. Вот она, вот она где-то РМС стоит. Кстати, надо и в гараж поставить сейчас тачку свою. Никто меня тебе не любит. Кто бампер че-нибудь, а бампер поцарал. Кому твоя машина нужна, чувак? Мне нужна. А че этот, че тут? Перестрелка была, да? Я тебе починию. Обалдеть, вот это она прет, ребят, смотрите. Ну че, надо зарабатывать, а то че-то я на халяву все это время. Здорово, чувак. Ты че, подвесите? Да, денег нет, просто стою. А че стоишь? Помочь надо чем-то? Ну, блин, видишь, я, наверное, сейчас долго месяц не играл, сейчас зашел, коп ничего нет. Такая проблема. А, ну да, здесь говорят, какая-то массовая буря была, что у всех, короче, все владения потерялись. Эй, бабки и все это. А че делать? Я не знаю вообще, че делать, чем заниматься. Понятно. Ну давай, удачи. Солью займись, говорят, соль сейчас самая актуальная. Новая тачка у тебя, да, Рима, смотрю. Да, хотя бы, как бы, по деньгам, видишь, нету. Ааа, ну давай, удачи тогда. Давай. Или за 100. Это гараж потерял? Там, по-моему, перебить его 20 штук стоит. Тачка, да, где-то 25, она обошлась у меня. А, да, 20 штук, ты прав. Ну я вот хочу кинта, короче, купить за сотку, да, за 20, вот, и любить. Ааа. А сколько она вообще в салоне стоит? 180, по-моему. Обалдеть. При нашем курсе-то еще и жестко вообще. Так, ладно, я тогда в гараж, мне надо обратно. Так, гараж проехал, я, кстати. А где радары, кстати, ребята, что-то я не пойму. А, радары, они чуть подальше, наверное, да? Вот они, вот они, вот они. Тихо, 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 вот здесь, походу, где-то радар. Вот здесь вот был радар, здесь у нас поворот прямо в гараж. Слушайте, халяву получили? Еще одну машину, ребята, мы с вами перебили. Вообще класс. Так. Прекрасно. О, все. Короче, у меня там напротив рынка стоит GTR, здесь у меня стоит Mercedes припаркованный, Dodge 69-го года и, конечно же, Агера. Просто превосходно. Кстати, нам надо еще автомат Калашникова, АК-74. Вроде бы, да, у меня? Надо его тоже убрать. Мало что. Мусора не дремлят. Могут забрать, отобрать, еще и посидеть за это. За ношение нелегального оружия. Закиньте до рынка, ребят. Ага. А вы что, катайтесь? Да делать нечего, не знаю, чем заняться. Надо быть, кого-нибудь туда-сюда. Как вы? Такая вот идея. А кого? Да, не знаю. Или вообще пофармить можно. О, там кто-то упал. А нет, нормально. Ну, можно так и пофармить. А где медики, кстати? Медики? Ну, они тут отошивались. Что-то сейчас смотрю, вроде нету, да? Ну-ка, остановись, а выйду, посмотрю, может, они отходят. Смотришь, что, прыгай? Этот чувак бедный да спорит, что машину свою ремонтирует. Ребят, масло капает, кто может масло купить, а, ехте. Вообще, не могу садить просто в машину сейчас. Занят. Может, кто масло купить, а, ребят, там, по-братски. По-дружески. А ты что там по джипам делаешь? Че нё? О, Вадим, ты что-нибудь? А, Вадим, я тебя по голосу узнал. И Вадим, ты не узнал. Парик, пойдем, идем сюда. Не забирай заклады, когда все купил бы, я что-то взял. Че тебе, ремкомплект нужно купить, чувак, я ешьте, стукнул, замечательно. Да, вообще, прям. Купить тебе ремкомплект, не ли что? Ты где, или на этот? Да ладно. А, так. И надо, зато, 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 зато заклады, когда-то. Бандитская, что там, бандитская, короче, укола банкомата. Ты как-то там закладу. Так, ребят, нам надо этот, блин. А че и квадрик открыли? Видите-ка, найти. А, вообще-то я еще хотел этот. Закинуть же этот, как его. Вот он, мой дом, кстати, видите. Вот прям напротив рыка. Просто красота. Так, у меня вроде бы еще есть. Нажимаем волшебную клавишу. Открываем хранилище. И, и, инвентарь. Прекрасно, закидываем вот это дело. Подожди, взять. Не, не, не взять. Это мой инвентарь нужен. Положить. Патрончики. Тоже положить. И бронжилет. Сити эрджи. Кладем. А, так вот. Все? Мы чистый? Да? Вообще ничего нет. Кстати, нам надо еще этот... Поесть чем-то купить. Потому что у нас скоро голод начнется. Красота. Какой красивый рассвет, да, ребят? Посмотрите. Просто красотища. Что, пацаны, куда собрались? Для тебя голодчик, спасибо. С меня ничего не взять. Броники нужны, нет? Да. А почем они? Мы бесплатно. Это с евреей. Ну, блин, за бесплатный сыр не бывает. Знаете, такая есть пословица. Ну да, мы тебя просто гопнем по дороге. Действительно. Посмеялся вы. Ну, давайте гопните. А что с меня взять-то, ребят? У меня-то всего лишь сколько там? 1400. Долларов. А я тебе, Орленка, покажу 1400. Отдашь. Ага. Кстати, хороший водяной. Да, кстати, да. Туда сразу замочил. А этот? Менты-то есть? Нету. Давайте патрулим их. Съездим. Да, да. Сейчас. Что-то можно их на, чтобы патрулиться. Или они агрессивны? Вот такие, знаешь. Что вам этот? Долларов. Нужно, нет? Тактический безумный, ребята. Давайте возьмем. О, кирку давайте еще одну возьмем. Да, ладно. Это сырный сыр. Давай, Влад. Там у кого-то звонит чего-то. Откройте дверь. Так, на деньги положите. Могут, ты знаешь, что только сделать бесплатно? Орленком в голову тебе водяной патрон. Как что-то сразу Орленок, Орленок. Не говорите. И то это будет бесплатно уже. И то обойма. Кстати, ребята, вы знаете, да, где полиция сейчас? Я как-то вам показывал. О, Рим, отможешь с тобой прокатиться? Садись. Че-то чем хочешь заняться? Да ничем, просто катаюсь, смотрю, че почем. Потом скоро... Рима, здорово. Здорово, здорово. А че этот? А че? Заняться чем-то. Хочу себе купить нормальную тачку. Фармерскую. Я имею в виду этот, грузовик. О, я тоже хочу грузовик. Деньги есть, вот надо только ехать. Ужнавать где-то. Ну, на, в магазин грузовиков. Че тут? Мусора! Ну, там... Никого нет, что ли? Не-а. На посту можно посмотреть. А где пост у них? Ну, езжай по дороге прямо. Там у них будет пост. На КП, что ли? Пропускной, это да, от КПП. А. Вот это, вот это... Вчера там, возле соли, КПП было. О, да? Вот возле соли там КПП тоже есть. И вот. Прикол там был. Вчера поймали меня. Я езжу там. Сначала, короче, штрафы. За штрафы поначалу. Потом, короче, прав не было. Посмотрели. А у меня за штрафы, короче, права отобрали. И все. И, короче, говорит мне, мент один подход, говорит, все, отпустили, я штраф заплатил. И говорит мне, типа, это, не забудь права купить. Я такой, думаю, нифига себе. Говорят. Моя полиция мне говорит купить права. Ну, и вообще, сейчас он. Век бизнеса. Да. Не, пустота, никого нет здесь. Тоже, ну, никого не знаю. Походу, можно на столе съездить? Там много людей. Подсказывай, пожалуйста, прямо. Давай, прямо сейчас езжай. Просто карту не буду открывать. Доставать. КПК свой. Там еще бар будет, кстати. А, вот, давай, кстати, в бар заедем. Давай. Там обычно народу много в баре. Ну, не так уж. Там когда как. Там вечерами я как-то туда заехал. Там мордобой был, короче, жесткий. Ну, обычно после пьянки, там, драки всегда. Главное, менты стоят рядом, ждут пока. Ну, кто там, это, ствол не достанет. Там тоже иногда люди такие одноглевшие. Ну, повстанца, прямо на глазах машину давай вскрывать. Ну, тот ему в обещник стрельнул, тут упал. Медик прилетел. Кто там его подлечил. И тот спрашивает, что ты, говорит, меня убивал. Ну, была причина. Я бы тоже его застрелил. Ни хера себе, это мое имущество. Правильно? Правильно, конечно. Слушай, хорошая тачка вот эта, управляемая прям. Нормально едешь, спокойно. Я тебе доджи вот этого купил. Ой. Доджи, говорю. Джипа купил себе. Не знаю, мне нравится. У меня доджи после 100 километров руль вообще не крутится. А у меня джипа заносит на поворотах жестко. Бывает. Не, здесь дороги, конечно, хорошие местами, нормально так. Так, нам еще прямо доехать. Сейчас как раз вечер, кому, потому что народу будет нормально. Барри. Ну, не знаю. Тут вообще, ну, не группировка, я не помню, кто они тут, слух слышал. Байкеры есть. В группировках там человек пять, что ли, ездит. Типа ночных волков, что ли? Да-да-да. И что-то тоже слух прошел. АМГшники что-то давай. На них бакланить. И те просто взяли без разбора АМГшников положили. Блин, в радар попал. Просто положили их? Просто положили. Ну, не знаю, это слух прошел такой, конечно, я не знаю, правда это или нет. И что, теперь война, походу, да? Нет, ну, они их вообще, говорят, многие боятся. Так, в ДП-11, да, где-то? Сейчас, посмотрю. Походу, где-то здесь. Ребят, короче, вот на этом острове, на этом сервере. Да, ты правильно ешь. Есть понятие бар. В этом баре, вот обычно на других островах, все встречаются в основном. И там же бар. В ДП-12 все, ну, в баре все встречаются в основном там, да, вот, на этом острове. А на других островах они в Ковале все встречаются почему-то. Да-да-да. Ну, как ты знаешь, вот бар перенесли, туда мало кто сейчас ездит как-то. В основном только такие, знаешь, богатые там. Понятно. Группировки туда ездят. Ну вот, видишь, тоже кто-то едет туда. Либо на суть зарабатывать. Много заработают на оточняги. Конечно. Здорово, чувак! Тихо-тихо, в дерево не шлепнись. Он боится, походу. Да что ты боишься, чувак? Ох ты, ни хера. Кто-то стреляет, что ли, по-на-моему, или мне показалось? Да нет, я че-то не слышу. Да? Мне показалось, походу. А, это он, походу, дайте. Точняги забивает. Что-то, походу, зас... Ну, ладно, не будем его пугать, поехали. Поехали, ну... Так, а бар перенесли, а где он раньше был? Раньше не знаю, слушай. Ну, знаю, что на других островах мы вковали его. Только не знаю, зачем мы его перенесли. Так далеко, блин. Какой-нибудь поближе хоть поставили бы. Так, мы уже ДП-12 подъезжаем. Давай, езжай, езжай по прямой. Мы его увидим, он прям его отчетливо видно будет на дороге. Ну, как стемнело. Сейчас аэродром проедем. И там будет бар. Там же вроде бы еще какая-то база, да? ФСБ, либо СОБР. Что-то такое рядом, да? Не знаю, Шелфган. Там, походу, суровые СОБР. Тоже гуляет, мордобую устраивать иногда, да? Не, я такого не замечал. Ух, как она тащит, а! Вот это тащила, вот это я понимаю. А че у нее максимал сколько? Я не знаю, я боюсь проверить. Сейчас мы с тобой окажемся на том свете. Не, ну ты давай уж поаккуратней. Ну вот, пытаюсь. Чуть мне неохота умереть. Кому хочется? Ну что, на сотку ест? 28, когда если в тапочек. Ох, ни хера! Опять штраф в херну. Вот сейчас 174 километра у меня вот превышение. Штраф. 321 бакс. Обалдеть. Тут тоже как-то странно сделали. У тебя радар изымает лицензию. Во, вот, бар был. Ага, я вижу. Радар, когда более трех штрафов, у тебя радар как-то изымает лицензию. Как это так? Ну, как, этот, лицензия-то у тебя в электронном варианте сейчас. Че, у нас 21 век же. Откроешь логман просто? Никого нет. Кромышем. Так. Погнали, ребята. Эх, классная тачка, да? Особенно ночью. Как эта фара светится прям. Просто офигенно. Да, никого нету. Жаль, что пусто. Ну. Ну, вчера ночью тут человек пять было где-то. Так, хорошо посидели. Даже бармена нету. Праздник, наверное, какой-нибудь. Походу. И помещение забыли закрыть. На ключ. Смотри, тут литник еще. Классный такой. Да, жаль, что-то все перенесли. Наверное, из-за аномалии, наверное, принесли. Может быть, кстати, да. Ну, что ж, дорогие друзья. С вами был Римос. Сейчас, минуту. С вами был Римос. Это была очередная серия игры под названием Altis Life. В следующих сериях будем с вами фармить. Может быть, даже на соль съездим. А может быть, даже на черепахи. Либо наркотой займемся. До скорой встречи. Спасибо за лайки. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok